Глава 4, 17. Исайя 4, 1. И ухватится семь женщин за одного мужчину в тот день, и скажет, свой хлеб будем есть и свою одежду будем носить, только пусть будем называться твоим именем. Сними с нас позор. Пророк хочет показать происшедшее от войны оскудение в людях, как народ иудейский стал малочислен. Нам, говорили женщины, не нужно покровительство, какое свойственно женам получать от мужей, но пусть муж останется совершенно свободным от такой обязанности, ласкать и любить, только бы нам как-нибудь избавиться от имени вдовства. Это означает и слова. Сними с нас позор. В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Весьма тронув душу их угрозой бедствий, достаточно описав несчастье и предложив пространную речь о страшных событиях, пророк наконец переходит к предметам более утешительным. Отличный способ врачевания состоит в том, чтобы не только отсекать и прижигать, но и утолять происходящую отсюда боль с мягчающими лекарствами. Так точно поступает и он. Все это, говорит он, разрешается не скорбями, но по окончании бедствий последуют события более утешительные. И будет не только избавление от скорбей, но и великая слава, и великое торжество. Сиянием Божьим он называет то, которое рассеивает мрак скорби, производит светлый день и делает людей славными. А выражение «совет» означает, что Бог устроит все разумно, свойственной ему премудростью. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для житья в Иерусалиме. Чтобы ты убедился, что ни по какому-нибудь случаю совершилось спасение тех, которые избегли опасности, но при помощи высшего определения. Они, находясь среди бедствия, не были подавлены ими. Для этого он и говорит, что тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут называться святыми. Те, говорит, которые отделены, предусмотрены, назначены не потерпеть ничего худого. Справедливо он называет их святыми. Выражая то, что не напрасно, они отделены и не без причины, таково определение Божие, но несколько способствовал тому и добродетельный образ их жизни, или прежней, или последующей. Между ними хотя были добрые и кроткие, но и они, от случившихся событий, делались еще лучшими и более исправными. Как золото, брошенное в огонь, очищается от всякой нечистоты, так и люди ревностные делаются еще более ревностными во время искушений, очищаясь от всякой беспечности. Когда Господь омоет скверно дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня. Здесь, мне кажется, он разумеет двоякое очищение. И то, что они получат наказание за грехи, и то, что они от этого сделаются более ревностными в будущем. Под кровью Иерусалимского он разумеет умерщвления, неправедные убийства. Потом, желая сильнее показать вину их и говорит от среды их. Они не тайно и не скрываясь отваживались на человека убийства, но хуже разбойников и нападающих на больших дорогах. Эти, скрываясь во тьме и в пустых местах, совершают свойственные им дела, а те среди площадей, среди города, в самых судилищах, совершали свои беззакония. Но и эту, говорит, происшедшее отсюда нечистоту истребит наступающая война. Как при утешительных обстоятельствах он оправдывается в прежних скорбных. Объясняю, что все прежде случившееся случилось для того, чтобы они омылись, чтобы очистились, чтобы как бы перегорели в огне, чтобы отложили всякую нечистоту, чтобы сняли с себя бесчестие грехов и убийства. Что значит духом суда и духом гнева, зноя? Он продолжает иносказание, заимствованное от веществ, подвергаемых плавлению. Как там воздух, входящий в плавильную печь, раздувающий пламя и делающий уголь ей более горячим, истребляет всякую примесь. Так и здесь гнев Божий и набег неприятелей стал для города вместо огня. Огня не истребляющего, но жгущего, очищающего, наказывающего, исправляющего. Выражение духа в судах? Значит, посредством мучения, наказания, воззаяния. И придет Господь. Пришествием пророк называет его действия. И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона, и над собраниями ее облако, и дым во время дня, и блестание пылающего огня во время ночи. Ибо над всем чтимым будет покров, и будет шатер для осенения днем от зноя, и для убежища, и защиты от непогод и дождя. Под облаком здесь он разумеет успокоение от бедствий, а под огнем явление Бога, соединенное с утешением. Что облако во время зноя, то во время тьмы и глубокой ночи огонь, светло-горящий, то умеряет зной, а этот прогоняет тьму. Таким образом, явление Бога он уподобляет свету огня, а успокоение тень и облако. Далее желая показать, что бедствия будут уничтожаться немало-помалу, но вдруг, при самом Господстве скорбей, произойдет перемена, чтобы отсюда убедились, что переворот к лучшему произошел не по обстоятельствам или какому-нибудь случаю, но все совершено высшую силою. Он говорит, как свет огненный в ночи, так совершится перемена. Что будет? И будет шатер для осенения днем от зноя. Помощь, говорит, и содействие Божие. Как тень во время зноя и как кровля или убежище в какой-нибудь пещере сохраняет в безопасности укрывшегося в ней, когда падает сильный дождь. Так точно помощь Божия и во время столь грозной войны не допустит потерпеть никакого зла тем, которых он определил спасти вначале.